Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Шереметьев. Я председатель общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие». Сегодня хотелось бы поговорить о истории создания Конституции в нашей стране. Давайте обратимся к первоисточникам и посмотрим, какую же трактовку дает Википедия. «Конституция – основной закон государства, особый нормативно-правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической системы государства». Достаточно короткое и краткое понятие. Но так как мы сегодня будем говорить о истории создания Конституции и тех положений, которые она в себя включала, то хотел бы обратиться к такому первоисточнику, как «Большая советская энциклопедия». Конституция – основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, устанавливающей основные политические, правовые и экономические системы данной страны. Конституция отражает соотношение классовых сил в момент ее принятия, закрепляет диктатуру господствующего класса, форму правления, форму государственного устройства, порядок организации и компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, правовое положение личности, организацию и основные принципы правосудия избирательной системы. Вот такая трактовка была дана в «Большой советской энциклопедии». Вообще в России рассуждения о необходимости принятия некого конституционного акта велись еще с конца XVIII века. В частности, одной из целей созыва Уложенной комиссии при Екатерине Великой была разработка в соответствии с ее наказом Уложенной комиссии для империи. Разработки конституционных актов велись при Александре I. Михаил Спиранский в 1809 году представил введение в уложение законов Российской империи. При Александре II империя ближе всего подошла к принятию конституции. За несколько часов до гибели в 1881 году император в целом согласился с проектом конституции Лориса Меликова. Но после убийства батюшки царя Николай отправил автора проекта в отставку и все подобные инициативы рубил на корню. Через четверть века после гибели Александра II для того, чтобы успокоить общественное настроение в стране после первой волны революционных событий 1905-1907 годов, Николай II подписал целый ряд манифестов, вместе являющихся основами конституционного строя поздней империи. Судорожное конституционное телодвижение Николая II не спасли Российскую империю и в ходе февральской революции 1917 года страна была объявлена республикой. А для разработки конституции было созвано Всероссийское учредительное собрание. Укрепление власти большевиков после Октябрьской революции и создания РСФСР позволило принять конституцию РСФСР уже в 1918 году. И хотелось бы обратиться вновь к большой советской энциклопедии, где было сказано о том, что первой советской конституцией была конституция РСФСР 1918 года. Основные принципы этой конституции были разработаны в ходе борьбы трудящихся за советскую власть в период Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Но права человека лишь мельком упоминались в ряде глав, и в частности в пятой главе той конституции. Что было объяснимо на тот момент обстановкой гражданской войны и фактически официальным девизом того времени, гласившим социалистическое отечество в опасности. Образование Советского Союза поставило на повестку дня необходимость принятия нового конституционного акта. В январе 1924 года была принята первая конституция СССР. Частично основанная на положениях документа 1918 года, в ней также основное внимание уделялось вопросам распределения властных полномочий между различными органами, съездом Советов СССР, ЦИКом СССР, Совнаркомами и Союзными Республиками. В середине 1930-х годов началась разработка нового конституционного акта. Конституционная комиссия во главе с самим Иосифом Сталиным и еще 12 подкомиссиями работали до лета 1936 года, после чего проект основного закона был вынесен на общесоюзное обсуждение. Через несколько месяцев, в декабре 1936 года, сталинская конституция была принята. В ней, в частности, всем гражданам, вне зависимости от пола, достатка или иных различий, предоставлялись одинаковые права. Гарантировались права на труд и отдых, пенсии и образование. Провозглашались основные свободы. К сожалению, на практике многочисленные права и свободы человека советскими органами власти часто игнорировались. Или, прямо скажем, нарушались. Избавляясь от наследия Сталина, новый лидер СССР Никита Хрущев поручил в 1962 году приступить к разработке новой конституции. Свержение Хрущева в 1964 году существенно затормозило работу над документом. Только 7 октября 1977 года Верховным Советом СССР принята новая конституция. Конституция 1977 года просуществовала лишь 14 лет и была упразднена вместе с Советским Союзом. Развал СССР сопровождался обретением суверенитета бывшими советскими республиками. Съезд народных депутатов 12 июня 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете, в пункте 15 которого говорится, что она является основой для разработки новой конституции РСФСР. Таковая разработка началась уже через 4 дня с образованием Конституционной комиссии Съезда народных депутатов. Комиссию возглавил председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. К сожалению, распад СССР и общая неустроенность вкупе с жестким конфликтом ветвей власти в 1992-1993 годах не позволяли принять основной закон в каком бы то ни было виде вообще. Как результат, политический и конституционный кризис вылилось в уличное противостояние и чуть было не привел к гражданской войне. Президент России Борис Ельцин, как победившая в противостоянии сторона, резко ускорил в октябре 1993 года после расстрела парламента работу по Конституции, по тому варианту, который устраивал его больше всего. Расстрел Белого дома и победа в противостоянии с Верховным Советом дали Борису Ельцину возможность вынести на голосование тот проект Конституции, который отвечал больше всего его требованиям и требованиям того момента. В Конституцию были заложены как гарантии обеспечения сильной президентской власти, так и широкая степень самоуправления для субъектов Российской Федерации. Таким образом, когда 15 октября 1993 года Ельцин подписал указ о вынесении своего проекта Конституции на всенародное голосование, большая часть общества и элит были готовы поддержать предложение президента. Ведь оно означало конец конституционного кризиса и нормализацию ситуации в стране. 12 декабря 1993 года состоялось голосование, на котором 58% избирателей поддержали новую Конституцию. Против было 41,5%, всего на избирательные участки пришли 54%. В этот же день состоялось избрание депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Так закончился переходный период и началась современная история России. В Конституцию уже вносились небольшие корректировки в 2007 и 2014 году, но это делалось без участия граждан, решением Госдумы и Совета Федерации. Именно такой порядок загрузки обновлений в большинство глав Конституции предусмотрен в ней самой. И только для изменения трех глав необходимо проведение референдума. Вот такой короткий экскурс по вехам нашей истории и созданию Конституции в истории России мы сегодня с вами провели. Я надеюсь, что часть информации запомнится вам и вам было интересно. Учите историю, сохраняйте историю и чаще мойте руки в наше непростое время. Спасибо за просмотр и до новых встреч!